добрый день дорогие друзья лень тема этого небольшого видео размышления и поводом послужил тот факт что вчера после занятий оздоровительным плаванием для детей родительница спросила что делать если ребенок испытывает хроническую лень нет желания у ребенка не учиться не выходить на улицу не чем-либо заниматься полезным и хотел бы сказать о том что лень это достаточно частая форма состояния многих многих людей этому что каждый человек своей жизни если он достигает зрелого возраста проходил через это испытание и отсутствие желания учиться работать наслаждаться жизнью заботиться о здоровье заботиться о своих близких это все лень и кроме того что отсутствует желание есть еще такие понятия как усталость истощение разочарование испытание насилия неуверенность состояния постоянного обмана низкая самооценка апатия и все это оружие врага дело в том что лень это духовное состояние и корни этого заболевания в духовном мире и они находятся у врага то есть дух лени может поработать человека может его ранить может навредить ему в чем-либо а может обмануть и лень как оружие врага очень распространено во всем мире и хотел бы сказать о том что в библии есть шесть стихов на тему ленивый приведу три из них второе фессалоникинцам 310 если кто не хочет трудиться тот и не ешь притча 10-4 ленивая рука делает бедным притча 13-4 душа ленивого желает но тщетно а душа прилежного насытиться есть поговорки на эту тему хотел бы привести также три поговорки не учи безделью а учи рукоделью под лежачий камень и вода не течет у ленивой пряхи и для себя нет рубахи и так лень опасно она заразительно она может завладеть человеком в любом возрасте поработить его и лишить его желания жить поэтому с этим духовным явлением необходимо бороться духовно и для этого необходимо молиться за человека возможно брать посты и очень важно чтобы родители учили этому детей когда они еще в детском возрасте просмышлять об этом а я желаю вам божьей милости благодати до свидания